Всем пламени привет! Текущее обновление носит название StarFighters, ну и понятно почему, все-таки этих машин в игру завезли целый самосвал, каких хочешь, разбирай, выбирай. Есть мнение, что среди них есть более-менее нормальные самолеты, но я решил не верить этому мнению, а поступить наверняка, то есть методом тыка выбрать какой-нибудь самолет, и я выбрал немецкий F-104G. Возможно? Возможно. С этим связан и немецкий опыт использования StarFighters, но это не точно. Итак, устраивайтесь поудобнее, сейчас мы на этом полетим. Скорость действительного аппарата высокая, да и в принципе кажется, что ты летишь не на самолете, а на какой-нибудь ракете. Но не так все просто. Дело в том, что у Земли мы выжимаем примерно 1355 км в час. Да, показатели неплохие, но тут надо отметить, что тот же самый Т-2 разгоняется до 1300 км в час, и то есть от него мы, конечно, убегаем, но не так быстро, как хотелось бы. Ну и Фантом, тот выжимает 1330 где-то. Да, мы отрываемся, но тут вопрос ведь в чем? Успеем ли? И при этом, естественно, нам будут в догонку засылаться ракеты. Ну а на больших скоростях мы не то чтобы прям вообще не можем маневрировать. Нет, конечно же можем и нам придется это делать, но скорость, естественно, будет падать. Так что в конечном итоге есть вероятность, что вас все-таки догонят. Ну а вот с кем у нас 100% будут проблемы, это Дракен. Тот выжимает 1420 у Земли и от него бежать бессмысленно. Ну и виражи с ним, естественно, тоже бессмысленно. Поэтому нужно расслабиться и получать удовольствие. Флаттер у истребителя 1450 км в час, да, очень неплохо, но можем разгоняться мы и до больших значений, до 1500. Таким образом, если ты видишь, что тебя зажимают и готовы потрогать за самое нежное, начинай пикировать и тогда, возможно, спасешься. Но при этом, камрад, помни, перешагивая черту в 1500 км в час, ты приближаешься к разрушению конструкции. С нагрузкой тоже есть некоторые проблемы. На скоростях за 1250 км в час мы можем потерять крыло, если к тангажу добавим еще и крем. Да, это довольно неприятно, но по своему опыту замечу, что в боях я ни разу не ломал крылья. Добивался я этих успехов только в пробном вылете. Маневренность у птички действительно слабенькая и с этим ты ничего не поделаешь. Важно помнить о том, что мы в принципе можем уклоняться от управляемых ракет воздух-воздух. Да, тяжело, но в принципе можно влево крен, вправо крен, ну и вроде как ракеты проскакивают. Важно помнить о том, что в диапазоне от 1100 км в час до 670 км мы можем действительно неплохо развернуться. Но вот если ваша скорость будет выше 1100 или ниже 670 км в час, машина превратится просто в бревно, в которое прилетит все что угодно, даже R3S. Ну и учитывая все вышесказанное нужно понимать, что вступать в маневренные бои категорически запрещается. Лучше всего на этой машине бум-зумить и работать проходами. И еще один нюанс. Машина очень плохо переходит в пикирование. Даешь ручку от себя и она еле-еле опускает нос. Поэтому в некоторых случаях проще сделать переворот. Помните об этом. Скороподъемность у самолета почти как у ракеты. Действительно бодро лезем наверх и там оказываемся вместе с фантомами и мигами. Но я бы не рекомендовал сразу же уходить вниз. Осмотритесь, посмотрите за развитием событий. Когда вы удостоверитесь в том, что вы единственный на высоте и вас никто сверху накрывать не будет, тогда уже можно работать. Скорость крена у нас хорошая, тут претензий нет. Ограничения по закрылкам. Боевые 1300 км в час примерно, взлетные около 780. Ну и посадочные 410. Последние не используемые в бою, ну а вот взлетные и боевые вполне. Ну и наконец, вооружение. Курсовое шикарная пушка М61А1. Боекомплект 750 снарядов. Скорострельность жуткая и вылетают они очень быстро, но крайне эффективно работают. Что по воздуху, что по земле. Все-таки если поставить ленту броницеля, там мы будем иметь 53 мм бронепробития, что очень и очень неплохо. Ну а под крылья мы можем подвесить 4 УРВВ АМ-9Б Сайдвиндер, либо АМ-9Б ФГВ. Также 4 штуки. Присутствует и ОРВП АС-20 Норд в количестве двух штук. Вещь, ну достаточно интересная. Если вы умеете ими управлять, то все замечательно. Но не умеете, поступайте как я, используйте как нары. Кстати про нары. Есть у нас и Гидро 70, но всего лишь 14 единиц. При желании можно выбрать и бомбы. Три 250 килограммовых бомбы, три 500 фунтовки, три бомбы массой 750 фунтов, ну и конечно же три бомбы массой 1000 фунтов. Но насколько это все эффективно, большой вопрос, поскольку ни баллистического вычислителя, ни прицела бомбового у нас нет. Нужна ли такая топовая машина вам? Я не знаю, но лично я воздержался бы от прокачки. Ну а на этом обзор подходит к концу. Всем чистого неба и отличного настроения.